доброго времени суток дамы и господа с прошедшим днем защитника отечества 23 февраля у нас новости недели что изменилось по сравнению с прошлой неделе а что у нас нашим rp сервером и наконец таки будущие сливы и утечки интриги в мире red dead redemption у микрофона готика сократ погнали ну а перед началом ролика хотелось бы сказать дружище если ты ищешь слаженная комьюнити которая поможет тебе в перевозке телег поможет тебе с деликами с царем горы да с чем угодно который защитить тебя от pvp наглецов которые убивают или мешают тебе играть от грифера в конце концов дискорд готики это одно из самых больших в ру комьюнити дискордов посвященные red dead онлайн и не только другим играм там тоже присутствует заходи ссылки в описании под роликом ну и конечно же отдельное спасибо нашим спонсорам канала которые поддерживают нас несмотря ни на что алексей котов sir play анастасия морс н колпов нейман предатор и вовка spb а также другие спонсоры и может стать и ты всего от 49 рублей в месяц читая подробнее что дает тебе спонсор к каждого уровня и переходим непосредственно к новостям недели а помнишь на прошлой неделе в новости недели я рассказывал тебе о том что будут добавлены новые миссии при помощи телеграм посылок на почту я думал что это будет на почту таковы были сливы и утечки на самом деле это приходит не на почту а при непосредственно в прямом смысле к вам сундук я думал что надо будет бежать на какую-то стенку и там брать задание дать то есть телеграм задание что-то типа охотника за головами об этом я рассказывал на прошлых неделях до выхода этого обновления так вот обновление вышло и теперь нам просто приходят новые задания к нам на почту к нам в лагере это на самом деле круто это очень похоже на gta онлайн но с другой стороны этого недостаточно как говорит тест fans у них теперь появилось огромное поле для того чтобы заполнить определенными миссиями вот в этих телеграм заданиях но на этой неделе нам не добавили ни одной миссии этой телеграм-канала однако у нас есть двойные выплаты на 50 процентов больше red dead онлайн и при продаже самогона самого крепкого с учетом бонуса составляет 371 доллара было 247 двое больше red dead долларов и очков в избранной серии скидка 40 процентов на роль самогонщика роль самогонщик открылась нам прошлым декабрем в прошлом году то есть это в девятнадцатом году и это была следующая роль после основных наших трех любимых это коллекционер охотник за головами и торговец вы их можете посмотреть на нашем канале также абсолютно другие ролики связаны с пвп с пвп и пве билдами обзоры оружие и много много другое все можно найти на нашем канале готика но переходим непосредственно к предметам огромное количество избранной серии одежды перешли к нам из прошлой недели маленький цилиндр шапочка енота шляпы из аллигатора и так далее так далее скидки 30 процентов на все револьверы раскраску для оружия и оружейный пояс скидка на предметы одежды в каталоге на все штаны на все рубашки юбки костюмы для самогонщиков скидка 40 процентов на корсет избил он сейчас стоит 115 долларов вместо 192 скидка 30 процентов на все жесты повторю еще раз на все жесты на все обычные жесты 30 процентов обычный жест натуралиста стоит теперь 154 доллара коллекционера 140 самогонщика 210 ребята это просто это просто кладезь божественно не хватает только бобов гороха и носков на этой неделе скидки для того чтобы прям ну вот все было на этой неделе 30 процентов жесты товарищей те кто забили давно на red dead онлайн можете зайти в игру на этой неделе и прикупить себе жеста это действительно хорошее вложение что потом где-то когда не будет над кем-то насмехаться прикольно где на самом деле ради этого и зашел в red dead онлайн скидка 30 процентов конюшню седло и лошадь самогонщика нарфольский рысак у нас на этой неделе со скидкой в магазине убеги скидка 30 процентов на все предметы расширения темы оформления бары улучшения для бизнеса и фотографии в общем неделя самогонщика у нас просто радует асо а то слово совсем радует скидка 40 процентов у скупщика на горючий самогон скидка 30 процентов на товары в магазине мадам базар скидка у цирюльника небольшая есть ну в общем на этой неделе есть чем заняться у самогонщика для тех кто хочет открыть для себя эту роль действительно могут сейчас это сделать вдвое больше red и долларов и очков опыта в избранной серии ну а золотишко нам пока не дают в двойной или в тройном размере все все-таки намекает на то что нужно нам с вами господа донати для того чтобы получить хоть как-то золотишко в этой игре теперь переходим непосредственно к нашему рп серверу на данный момент мы достигли небольших изменений и вот что мы добавили оптимизацию на на нашем сервере да это незначительное улучшение но это стоило огромных трудов потому что подвижные в воздухе предметы очень сильно нагружали сервер и доставляли и просаживали нам фпс сейчас на данный момент фпс стабилизировался на уровне 60 даже в самых насыщенных местах мы вернули магазин оружия конюшню товары в магазин для лошади товары и да и стимуляторы до для лошади вернули нашу любимую роль охотника за головами то есть убийцы и теперь боты реагируют на нас на наше присутствие опять увеличили стамину и здоровье потому что очень низкой и мы буквально от дома к дому но вы все помните на стримах от дома к дому и персонаж уже запыхался изменили систему поиска золото и золото валютных золото добыческих так сказать профессии то есть теперь золото спаунится в определенных местах реки воды и водоема ближе к берегу для того чтобы ваш персонаж не ходил по пояс в воде добавлен развозчик товаров добавлен рп чат и добавлена команда report вы можете при помощи этой команды сообщить о каких-то моментах лет отправиться непосредственно нашим администраторам следующие изменения теперь все в магазине товары уже видны то есть если раньше товары пропадали под прилавок то сейчас они отображаются корректно изменили метаболизм теперь он относится не только к смене дня и ночи но и относятся непосредственно к пище которую вы принимаете добавлен медицинский набор об этом я расскажу непосредственно вашем стриме что он дает и как он работает отправление telegram теперь на почте также у нас идет создание и корректировка работ дровосека одну то есть лесоруба где надо будет купить топор подойти к дереву к отмеченному дереву срубить его отнести его на переработку на доске валентайн валентайне доски мы продаем вот пока такие изменения у нас непосредственно нашим рп сервере мы работаем над экономика ребята экономика ваша важная тема наша все экономика на рп сервере самое сложное что нам необходимо с вами сделать это по другому никак мы не сможем его запустить если цены в магазине будет неадекватным если за работу вы будете получать очень мало денег дом будет стоить очень много денег но я не вижу смысла запускать на данный момент рп сервер но мы готовы ориентировать ориентировать на к 23 марта то есть через месяц мы планируем открыть его для всех желающих если ты дружище хочешь поучаствовать уже сейчас и получить плюшки на старте визу визуализацию так сказать визуальные плюшки то подписывай спонсорку от уровня апостолы выше и попадешь на наш рп сервер уже прямо сейчас сможешь пообщаться с нашими разработчиками а также сможешь внести свой вклад в развитие нашего рп сервера ну и переходим непосредственно к с канал скандалом сливом утечкам и так далее т.с. фанс на gta forms пишет что юбета начинают обновлять он не видит в этом никаких особых изменений никаких особых предпосылок для будущих обновлений но недавнем интервью разработчики посетовали на то что игры от rockstar очень круто продаются в том числе выход red dead онлайн отдельно от red dead redemption 2 даст новый всплеск в будущем обновлением также как из gta вот это интересный момент как я вам и говорил на выход новых поколений консоли нас не будет ждать никаких классных обновлений а с выходом после консоли уже соответственно нас нас добавят классники обновления но я думаю что это будет в конце 21 года то есть в декабре 21 а в лучшем случае это уже будет в двадцать втором году то же самое как было с gta 5 с gta онлайна когда была смена поколений консоли с ps3 на ps4 кто помнит этот момент когда игра вышла в gta онлайн на ps3 она была унылым и там делать было нечего до ps4 уже непосредственно уже появились все наши любимые задания так вот в red dead redemption абсолютно также и я боюсь что в этом году нас будут ждать такие унылые расширения ролей и все в принципе на форумах на сайтах так такого же мнения что к сожалению rockstar забили большой болт на нашу любимую игру и никаких предпосылок тому что у нас будет дать прям божественные крупные обновления нет но если какие-то новости появятся безусловно я вам дам об этом знать и не очень хотелось чтобы red dead redemption основывался на новом бандитском абонементе который будет стоить очень много золота золото сможет только задонатить а в бандитского вы не видите нас будут ждать я не знаю банданы и поза фака но это вот весь весь уровень весь уровень креатива наших rockstar извините опять же что в конечном итоге мы пропустили прошлую неделю и наводь новостей недель на прошлой неделе не было мы справимся ли со следующей неделе у нас все восстанавливается возможно появится модный приговор и возможно появится куча новых роликов ну а сам было gothic а свой был сократ подписывайтесь на канал чтобы не пропустить все самые важные новости а а